Надо пытаться сохранить брак. Первый совет, кстати говоря, сходите к психологу. Нам посоветовали, желательно сначала по отдельности. Поэтому я пошел к своему психологу, она пошла к гадалке. Думаю, этот брак не спасти, кажется. Похлопайте, девочки, кто к гадалкам ходил хоть раз, похлопайте. Да? О, вы ходили к гадалке? Как вас зовут? Альбина, что гадалка сказала? Много чего. Много чего, ну так, типа топ-3 факта. Что все хорошо будет. Сколько стоит эта информация? Бесплатная гадалка. Это первый канал? Все будет хорошо. Все уже хорошо. Еще что сказала? С бизнесом все хорошо будет. Гадалка вам сказала. А у вас что за бизнес? Медклиника. Ну вы последние три года вообще купаетесь в деньгах. Сначала маски, ковид. Сейчас отсрочки продаете. Хорошо. Так, а кто еще? Вы к гадалке? Кто еще ходил к гадалке? Ну сейчас хрен кто признается тоже, конечно, да. С бизнесом все хорошо в итоге? Я и к психологу ходил. Вы и к психологу, и к гадалке, и в мечеть. Вы такая. Вот это взрослые люди, они такие, так, я поняла, в этой жизни нельзя отрицать ничего. Я верю во все. На всякий случай ничего нельзя отрицать. Да, кстати, правильно, хороший психолог и хорошая гадалка, кстати, говорят примерно одно и то же. Потому что я помню, что мне сказал психолог, она сказала, Артур, ты женился очень рано. В 21 год ты по факту еще не был готов. Вы не были в браке, ты не был мужем в нормальном понимании. Ты просто играл в мужа, типа, я заработал денег. Она тебе подыгрывала, типа, я их потратила. Вот вы живете, но это не брак. По факту вы не вместе даже, понимаешь? Правда, блин, в 21 год, когда женишься, ты скорее мать выбираешь, чем жену. Я понял эту ошибку свою, мне было очень стыдно, знаете, когда говорят, жена это святое. Я был из этих идиотов, которым, знаете, когда вот в ресторане сидите, и вдруг вам женщина говорит, пойдем займемся сексом прямо сейчас в туалете. И я такой, нет, ты что, шутка, что ли, так нельзя. А по-хорошему надо идти и заняться сексом. Конечно, да, это твоя жена, да, конечно, да. Я здесь не буду шутки, просто хочу, чтобы очередь в туалете была на выходе. Вы знаете этих людей, которые говорят, даже вот сейчас видно. Вот я, например, говорю шутку про менет, и всегда найдется человек, который... Что? Она этими губами, это моя жена, этими губами моих детей целует. Моя жена, член в рот не берет. Я такой, у тебя. Договаривай. Конкретно у тебя. Я не знаю, знаете еще фразу, я был из этих дебилов, которые говорят, мы не трахаемся, мы занимаемся любовью. Какая чушь, тебе надо трахаться. Жестко, грязно, пописывайте друг на друга. Ладно. Все, извините, это перебор, согласен. Извините. С другой стороны, если вы уже в туалете. Смотрите, настанет время, будете писаться в постели. Надо все успеть попробовать. Да, сохранить брак надо пытаться, но некоторые советы, откровенно говоря, дебильные. Говорят, заведите ребеночек. Ребеночек, заведите еще ребеночка. Ребеночек поможет удержать мужа. Не поможет. Не поможет. Ну, нет, поможет, если это сын, ему лет 20, он физически сильнее отца. Удержит сто пудов, типа, ты куда, нахуй, собрался? Я что, на бюджет, по-твоему, поступил? Давай, брат, на давай. Ты в семье. Да, надо пытаться сохранить брак. Ну, государство тоже над этим активно работает. Государство пытается сохранить браки. Кстати, вы знаете, что по статистике в бедных семьях меньше разводятся? Так что государство вообще нормально старается так вообще, получается. Я к тому, что... Нет, реально, в бедных семьях меньше разводятся люди, потому что, ну, никто не думает о любви, когда тебе за квартиру вдвоем дешевле платить. Какие чувства? Что ты чувствуешь? Чувствую, что счет по ЖКХ один не вывезу. Вот что я чувствую. Там некоторые браки уже непонятно, на чем держатся. Как я от нее уйду? Как я от нее уйду? Она же пароли соседского Wi-Fi знает. Она говорит, я пароли соседского Wi-Fi знаю, потому что я сплю с соседом. Но я не шлюха, я провайдер. Да. Ну, надо пытаться сохранить брак. Но затягивать тоже не стоит, знаете. Иногда уже просто становится понятно, что тут бороться не за что. Как понять, что вам пора разводиться? Это когда ты за е... Ну, в Тиндере влево свайпать. Ну, кстати, еще мне говорят, Артур, понятно, почему вы развелись. Ты занимаешься творчеством, наверное, ты просто ее перерос. Я думаю, что за хрень вообще? Это точно хрень, никто никого не перерос вообще. Как можно? Человек пять лет в декрете сидел с моими детьми. Да, я не могу к ней подойти и сказать, знаешь, что-то я заметил, ты не развиваешься. Она такая, да, б***ь, из меня два человека вылезло. Это ты не развиваешься. Артур, у меня живот хотя бы ушел, ты с ним ходишь, еб ты. Да. Мы просто... В какой-то момент я понял, что мы перестали быть друзьями, а это самое главное. Мне кажется, жена — это лучший друг. Вы согласны? Да, мне тоже так кажется. Мне кажется, жена должна быть лучшим другом. Жена должна быть лучшим другом. Но некоторые не понимают, что это. Я говорю не про эти парочки, которые за ручку ходят. За ручку-то она его тащит, б***ь, куда-то. Это не вот эти пары, у которых весь брак держался на подписке на Netflix. Ой, мы любим одни и те же сериалы. Нет. Это дружба и любовь настоящая. Это не когда вы любите одно и то же. Это когда вы ненавидите одних и тех же. Это когда вы сидите и такие... Ну, Лена, еб ты, конечно, вообще. Со своим тетахилингом, вот это вот, т.д. Карты. А Валера — криптомагнат. Ёп, шмать, ты. Слесарь четвертого разряда сейчас. Криптомагнат. Он в Финика инвестирует. Вот это, конечно, инвесторы. Дебилы. То ли дело, мы с тобой, б***ь. Конечно. Вот это брак. Дружба — это когда вы такие... Это не когда... Я люблю тебя за то, что... Это когда она говорит, я люблю тебя, несмотря на... И там, ёпта, список. Она вот так пока читала, всё, выбесилась уже. Ты думаешь, сука, зачем спросил? Молча бы спать легли вообще. Не знаю. В чём разница? Я вам объясню, в чём разница. Что тебе говорит друг? Друг говорит, если что, я рядом. И ты такой, вау, если что, рядом всегда есть плечо. Что говорит просто женщина? Я всегда буду рядом. И ты такой, б***ь, пожалуйста, не всегда. Закрой дверь, я досру хотя бы. Я... Немножко личного пространства мне оставь. Я просто... Единственное, что мне говорят, секс так себе. Да, типа, если вы стали просто друзьями, секс так себе. Но правда вот в чём. Если вы близкие действительно люди, секс можно разнообразить. Вы там 15 лет вместе, да, например, да, девчонки, на вашем примере. Вы 15 лет вместе. Надоел тебе твой мужчина. Ты нарядил его в костюм полицейского. Всё, сразу заиграло, да? Это если близкий по духу человек. А если это... Ты нарядил его в костюм полицейского, у тебя дома просто в костюме полицейского. Спасибо вам за просмотр. Новая программа, это шутки, которых нет на ютубе, называется «Спойлеры для взрослых». Прямо сейчас в пути в твой город. Можно зайти на сайт и посмотреть даты. Ну и прямо сейчас вы увидите на экране, в каком городе я буду в самое ближайшее время. Поэтому проходите, берите билеты вживую. Ещё круче. Надеюсь, до встречи с каждым из вас. Субтитры сделал DimaTorzok